Друзья, всем привет! С вами Владимир Яковлев и сегодня снимаем 18-ю часть моего влога. Сегодня у нас 26 октября. Через 5 дней у меня соревнования в Египте, через 4 дня взвешивания. Я только что закончил свое кардио, собираюсь позавтракать, но перед этим я хочу отправить фотографии своему диетологу Крису Ацета. Он уже посмотрел мои фотографии натощак и попросил, чтобы я выслал еще раз ему фотографии после кардио. Так что сейчас я сфотографируюсь, еще раз взвешусь, вышлю ему фотки и потом мы пойдем на кухню готовить первый прием пищи и собираться на тренировку. До кардио мой вес был 100 кг, сейчас 101 кг, но я выпил 2 литра воды. Фотки отправил, будем ждать комментариев Криса. Пока пойдем готовить. Да начнется этот день. Еще один очередной. Я уже нахожусь полгода на диете. Полгода прошло с того момента, как я начал подготовку к соревнованиям. И впереди у меня еще достаточно такой насыщенный месяц в плане диеты и путешествий в том числе. Скоро вам расскажу про свой график полетов. А сейчас, как я уже и говорил, надо пойти поесть обязательно. Очень не голодно, очень хочется кушать после кардио. Но это прямо вот дронный коллайдер у меня сейчас в ЖКТ. Все, цепляю миг и на кухню. До взвешивания 4 дня и еще 4 кг надо мне сбросить. Но в этот раз будет гораздо легче. Это не Испания, когда надо было сбросить гораздо больше. Тем более весом хорошо реагирует на наши манипуляции с Крисом. И мы знаем, как зайти легко в категорию. Бро, ты яичницу будешь? Завтра будет яичница у нас. Чисто. Овсянку будешь? Зацени, именно моя диета. Чисто юлин творог. У меня треска, индейка и яйца. Все. И зелень. Потому что я хочу быть очень сухим. Мы с Крисом планируем сделать так, то в Египте 31 октября сушащим я будет только мумия Татанхамона. Посмотрим, получится или нет, но мы попытаемся. Шредл дей лонг. Шредл дей лонг. Вот самый сложный этап это утро. До первых углов это вот тяжело, особенно после. Кардио. Раз, раз, раз. Ёпт, комбинация. Сколько яиц, брата? Делаю на 300 грамм воды. Ще, блядь, не обещается ничего. В тесноте как-то. Не в обиде, как говорится. Тут топовый топовый овсянка. Игриш аутмил. Ready in. Три минуты. Я себе сделаю пяти минутку. Здесь она такая более тверденькая получается. Я один день такую делаю, один день такую. Солить. Трешечку, да? Да. Реально сонный. Я бы еще тоже притопил чуть-чуть. Потому что на тренировку без кофеина не вариант вообще. О, я вообще, знаешь, как сделаю? Я бахну кофеин и еще кофе выпью. Во. Наверняка. Потому что да, я вообще сегодня уже... Привет, дорогая. Именно залетает. Он мне тоже мы снимаем. У меня даже на руках. На трицепсе, на бицепсе. Бро. Какие так идут эти шрамы. А знаешь, что мне в ТикТоке все пишут, что это за сосы. На бицепсе. Да? Да. На сосы? На бицепсе. Сегодня будет опасная тренировка. Да, ну где мой язг на водку? Ты будешь кушать? Я готовлю. Я сегодня могу. У нас тут дышит. Ну так вот, вот. Попейте, он жарит яйца. А мне? Я могу тебе приготовить, солнышко, любое блюдо, которое ты захочешь. Пойду за ингредиентами. Заяч, я купил треску. Ты сделаешь котлет? Нет. Было бы хорошо сделать котлет. Там пару килограмм сразу на два дня. Я чисто по котлетам. Я хочу быть супер сухой. Вчера был у нас читмил. Я съел стейк говяжий. Такой хороший жирный стейк. Половину рибая, половину Нью-Йорка. Чуть-чуть кукурузы. Два кусочка хлеба. Кухонный движ самый лучший движ в мире. Короче, раньше я делал такой, типа омлет. А сейчас накрываю специально. Так получается объем больше. Белок надувает. И ощутимый прием пищи. Потому что до этого, когда все жиденько, оно так прям как-то незаметно было. А так вот. Почти как пицца. Из яйца. Просто. Чисто. Завтрак у пацанов. Зож. Посмотрим, что Андрей Лоценко снимает. У него прям контент, видео на видео. Красавчик. У него серьезный канал. Он прям оперативно выдает. Я, кстати, с ним тоже снял. Классный ролик. Он хочет добить, еще увидеться, еще поснимать. Но улетел как раз тогда, когда ты был. Да, мы хотели поснимать, но у него переезд тут был. Я пытался здесь найти вот эту вот идилию. Во второй раз уже понимал, что этой идилии здесь не будет. Я надзву, да. Но здесь есть какие-то другие моменты, которые нужно искать, на которых нужно концентрироваться. Короче, мы поели. И сейчас я допью чай. Мы пойдем отдохнем. Часочек поспим. Подождем, чтобы еда немного уселась. Тем вернемся на кухню, будем готовить протеин. Попьем прот и поедем в зал. Пока по часику на обед надо поспать. Чайчик, кисенький, хороший. Прикольно, да. Готово, пожалуйста. Никита спит. Не хочу его будить. У него достаточно плотный график. Пояс отдыхает. Короче, сейчас я съем свой второй прием пищи. Потом Никита проснется. Либо я его разбужу. Мы выпьем прот и пойдем снимать тренировку. Цветная капуста из пеканка из ледейки. Чисто. Фет-фри. И ноу-карп. Прием пищи без углеводов и без жиров. Чисто белок. И все. Вот так это будет выглядеть. У меня заранее все отмерено. Здесь 250 грамм ледейки. Там плюс-минус. И немного капусты. Сейчас накрывал новку и кушать. Так, ну, тихий час закончился. И мы сейчас будем пить протеин. Клубника на кокосовом. Я в прошлый раз его попробовал. Вчера ночью, короче, не мог уснуть. Уже съел все свои приемы. И вспомнил, когда тебе замесили этот на кокосовом молоке. Я, я, я должен это сделать. Ночью приготовил. Просто пушка. Короче, сейчас настало время прото и на тренировку. Мы будем готовить его на кокосовом молоке. У Юли. Возьмем молока, бро, молока мало, короче. Зря я ликовал. Я подрастроился даже чуть-чуть. Там, на воде тоже бомбезный. Пофиг, делаем так, как есть. Я чутка подрастроен, если честно. Это я ночью подсел на молоко. Я сделал сначала клубничный, замесил, выпил. Думаю, надо попробовать и шоколад. Но я прям чуть-чуть сделал молока до шоколада. Ладно, смешаем с водой. С водой тебе тоже понравится. Протеиновый чутмил. Пускул червачка. Я хочу именно сейчас заранее сделать руки и плечи, для того, чтобы не выжигать гликоген слишком близко к старту, когда уже не будет совсем углеводов, ну и либо когда будет самый пик обезвоживания. Не по-любому кайфанел. Ну-ка. Давай, протончик. Стоп. Да. В такой пропорции тоже хорошо. Давай еще по чуть-чуть. Слушай, я до этого его густым таким делал, но сейчас понимаю, что зря. То есть, он вот в таком варианте тоже очень вкусно и объем больше. это именно протеиновые движения. Здесь надо два кофеина будет бахнуть. И сразу еще один казар. Это синий. Палермо. Палермо. Вот это тоже я бахну. Сразу. Кофеек хороший. Без кофе никуда. Моя где-то пятая чашечка за сегодня. И помимо еще я пил кофе и твою капсулу. Ну, кардио, позинг, на тренировочку и как раз конец дня выжил. Продержался. Кофе попили, протеин попили. Время полпятого. Очень нормально. Мы зависли. Двигаемся и увидимся в зале. Погнали. Раз-раз звук есть. Так, мы в зале Profi Pump Fitness. Мой любимый тренажерный зал. Я здесь люблю тренироваться. Здесь крутая атмосфера и изобилие тренажеров. Хотя вы знаете, что я не слишком часто использую разнообразные вещи. я придерживаюсь чего-то такого, чего-то эдакого, обычного, да, классического. В общем, не об этом речь. До старта получается 5 дней, 26 число, 31 октября на сцену в Египте и дожимаем, дожимаем. Тренировка сегодня у меня на плечи и на руки. Хочу сделать пораньше, так как уже говорил, потому что не хочу выжигать кликоген непосредственно перед самой сценой, потому что мой диетолог Крис Ацета, он не планирует, как я понял, меня сильно загружать углеводами. Планирует сделать из меня сафари, пустыню и короче, высушить меня в Драбадан. Я готов, мне нравится такая затея, потому что мои соперники, которые будут в Египте, они как раз-таки славятся хорошей наполненностью, большими объемами, особенно в тех позах, которые у меня являются, как я считаю, отстающими, проигрышными. И единственное, на что мы можем сделать ставку, это на качество, так как как раз-таки у этих парней качество всегда страдает. Получится, что объемы, наполненность против моего качества. Ну, короче, ладно, поехали. Быстренько сейчас, руки-плечи, без фанатизма, я оделся потеплее, потому что чувствую, что немного мой иммунитет просел, и это тоже повод не делать взрывную сильную тренировку, так что погнали. Телефон откладываю, чтобы не отвлекаться, все, 50 минут на то, чтобы сделать эти плечи и руки фэт-фри и чуть-чуть получше подетализировать. Начну с плеч, хотя, погоди, погоди, бро, бро, я лучше сделаю сегодня только руки, а завтра со спиной сделаю бицепс и завтра с грудными сделаю немного среднюю дельту и плечи, а послезавтра сделаю, блять, немного среднюю дельту и плечи. Все, нехватка углеводов. Чисто на кофеине, чисто на кофеине, я тебе говорю. Короче, сегодня делаю бицепс-рицепс, завтра делаю грудные среднюю дельту и послезавтра делаю спину заднюю дельту. Отлично. Мне нравится разогреваться вот в этом тренажере, он здесь был не вижу ладно но я нашел альтернативу тоже хороший аппарат бицепс машина делать надо и все качаемся и не отвлекаемся влог влогом но тренировка тренировкой тренировка если есть Продолжение следует... 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 Практически не отдыхаю... Сколько-нибудь... секунд 30... Между подходами... Продолжение следует... 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 поработать то есть но я хочу выйти я совершенно в новом амплуа и я это сделаю форшу ненасытный демон шепчет мне сделай еще пару повторений но я говорю не увлекаться самим процессом мотивация есть кофеин дает себе знать тем не менее надо вовремя уметь остановиться тормознулся нам тормознулся надо чуть передохнуть еще надо не забывать что завтра тренировка грудных послезавтра тренировка спины там тоже руки задействованы поэтому из изи делаю еще по два подхода и перейду на 30 того три упражнения где-то по три подхода рабочих не повторения но диапазон там до 20 15 12 по разу но без перебора сегодня без перегруза так на лайки а 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 больше отдохнул и сразу пошло 20 повторений все с бицепсом все и сейчас 30 воды попью только 1 разогревочный хорошо бицепс как раз как раз залетел я его ну такое ощущение как будто только размял но если не опираться на мои привычные тренировки но то что задумал то выполняю и не поддаюсь на эмоции 5 стартов если ну все получится единственное что может помешать мне эта ситуация с коронавирусом и вопросы со въездом то есть но есть какие ограничения некоторых странах но я думаю что можно будет найти решение так вот это еще одна причина почему я хочу стартануть так много раз это опыт я хочу экспериментировать я хочу экспериментировать с подводкой с формой улучшаться затачиваться тело мое тоже чтобы привыкала к таким нагрузкам потому что с каждой вот ну подводкой мне становится легче то есть к олимпе к европе про я подводился очень тяжело к олимпе намного легче сейчас к египту еще легче и видно что форма еще не пиковая есть куда улучшаться то есть организм дает он хорошо реагирует на манипуляции которые мы с крисом проводим так что это то время когда можно проводить эксперименты и пробовать выходить в разных видах вы знаете я не люблю болтать не загадывать меньше слов больше дела еще один здесь и дальше тоже без тяжелых не французских ничего канат сделаю сделаю разгибание в наклоне сделаю легкий французский с гантель по 20 на изи на изи чисто приехал пацан с америки практикую инглиш лицо уходит как будто страх вот что шло не ему чуть-чуть побольше бутылка с водой как песочные часы когда закончится вода значит нам заканчивать тренировку я обрадую никиту что у нас еще одно упражнение все он даже не будет ожидать такого расклада не снимает в наушниках включил ему зло и не слышит ничего сейчас подумает что опять мы затянем мы встретились часов в одиннадцать час уже без пятнадцати шесть вот так мы снимаем влоги перестановочку сделаем чуть-чуть не в лом просто опущу эту лавку все ушел в тень скоро вернусь тоже сразу с рабочего нажму начну уже трицепс разогретый да и веса небольшие оба о 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 wind о о Все, братан Да, все, сняли Да, в этот раз быстро, братан Потому что есть мысли у меня появились Вот уже вторая подводка с Крисом То, что последнюю неделю я перерабатываю То есть, если раньше я грузился хорошо углеводами То это работало Я выжигал гликоген Мышцы, они как бы голодали И потом, когда ты кидаешь углеводы Они в себя натягивают И срабатывает эффект компенсации То есть, они еще больше становятся Мы с Крисом как бы, ну, не кушаем углеводов много На загрузку Соответственно, им нет куда восстановиться И поэтому я решил, что в этот раз Я сделаю, во-первых, руки заранее Во-вторых, я не буду делать их слишком тяжело Чтобы, короче, их вид был более наполненный И в нормальных объемах на сцене Сейчас, после тренировки, я приду домой И съем 50 грамм углеводов из риса С индейкой И попозже уже поем еще несколько раз риску Это был влог 18, друзья Следующий, 19-й влог будет прямо из Египта Со мной летит оператор К сожалению, это не Никита Это будет Саня Посмотрим, на что он способен Ну и скорых встреч С вами был Владимир Яковлев Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok